Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучиваем вопросы с нашего сайта, которые мне задавали в разных учебных заведениях. Вопрос 317. В Библии говорится о том, чтобы не прикасаться к нечистому, иначе будешь нечист до вечера. Относится ли это к уринотерапии? Уринотерапия, вы знаете, что урина, это моча, пить мочу свою. Ответ. Ветхозаветные очищения, касающиеся плоти, к нам не относятся в прямом смысле. Евреям, и которые с явствами, и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Верующие христиане имеют доступ к алтарю через причастие. Евреи, мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии. Причащается тело и крови Христовой. Сирахов. От нечистого что может быть чистого, и от ложного что может быть истинного деяния? Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. Священники должны наставлять своих прихожан храниться от всякой нечистоты, даже по подозрению, чтобы не оскверняли своих уст, не принимали мумиё, мочу и прочее. Яков, течёт ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Вот у нас было такое мумиё, потребляли где-то. Ну мы везде всё высчитали и говорят, что это трупы животных, там людей, мышей или экстременты их, и такое дают вот смолистое вещество. Не доказано, но мы приняли во внимание и вынесли. Нельзя в рот брать, а мазать можно где-то. Дальше. Разве только Господину Твоему к Тебе послал Меня Господин Мой сказать сие слова? Нет. Так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помёд свой и пить мочу свою с вами. О, осаждён. Дальше. Опрос 318. В Библии сказано, что Бог человека сотворил по образу своему и подобию. В чём выражается это подобие? Святые говорят, что мы должны уподобиться Богу. В чём? Ответ. Конечно же, ни по бороде, ни по внешнему виду человека, ибо у Бога нет вида, образа. Он вечен, безграничен. Создатель, творец, изъеждитель. Свободен в своих действиях. Вот в этом, в первую очередь, человеку уподоблён Богу. Человек бессмертен. Со смертью тела не кончается его сущность. Он только переходит из одного состояния в другое. То есть я эти вопросы отвечал, а потом в писанном виде выразил, в книге поместил. Будучи созданным, святой или грешник, он не может исчезнуть или уничтожить себя. Он вечен. Бог наделил человека страшным и чудным даром свободы. О, если бы умели мы пользоваться им. Человек может избрать жизнь или смерть. Рай или ад, благословение или проклятие. Так, второзаконие. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Вас, свидетели, пред вами призывают сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Считает, что люди в этом все сохранили в себе образ Божий, каким бы они ни были. А подобие было утеряно с грехопадением. И вся история человечества стоит именно в том, чтобы человека возвести в богоподобие. Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе бытие. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше, и имя ваше. Откровение. И сказал, сидящий на престоле, Се, творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. Новое в душах, преображение души, утерявшей подобие Божие. Иаком. Им языком благоставляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Евреи. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Левитам. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Левитам. Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои, 1 Петра. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Вопрос 319, 1 Том, с открытым оком. В Библии часто упоминается слово вретище. Что это такое? Ответ. Мешок из дерюги или веритья. Рубище это покаянное или печальное одеяние. Влосядица. Вопрос 320. В каком месте Писания сказано, что перед вторым пришествием Христа все народы должны отправиться в свою страну? Ответ. Исайя. Тогда каждый, как предпредследуемо серно, и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Исайя 13, 14, пожалуйста. Это касается, в первую очередь, евреев. Иеремия. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелья и скал. Это от Бога поставлено уже. Первое, что? Ловить. То есть, крючок. Ну, будет что-то там выгода, еврей за выгоды куда угодно полезет, говорит. Хоть на самое невыгодное для него место. Лишь бы выгода была. То есть, хорошо в Израиле. А потом, некоторые прижились тут и не хотят ехать. Тогда их будут гнать. Юдафобия эта разовьется. Ну, и поедут домой. Дальше. Для чего это нужно? Сегодня невиданными темпами развивается национализм и шовинизм. Быть может, таким способом Бог каждую нацию возвращает к истокам, как говорится, к родословной Христа по Евангелию от Луки, которую он дает в обратном порядке, к истоку Сифов, Адамов, Божий. Вопрос 321, первый о том открытым оком. В книге пророка Малахии все время говорится от имени Господа Саваофа. Как понимать это имя? Ответ Саваоф, Бог сил, от слова Тсваот, то есть войска. Этим словом именуются, во-первых, небесные воинства, планеты и ангелы. Указаны места писания. Господь небесного мира и мира духов, сейчас называется Иегова, Аданаид, Сваот, то есть Господь воинства. Ну, и указаны все места писания, откуда это все взято. Вопрос 322, первый о том открытым оком. В Новом Завете говорится о Царстве Божием и о Царстве Небесном. Это одно и то же или разные понятия? Ответ. Это одно и то же. Попытки разделить неделимые происходят от необразованности и плохого знания Библии, от заумничения. Христос ответил таким совопросникам одной фразой, которую можно доучить наизусть. От Матфея. Иисус сказал им в ответ, заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьей. Беда народу от незнания Библии. Не считая Божьих законов, ты их и не знаешь. Не зная, ты их нарушаешь, а нарушает и погибаешь. Иоанн Златоус говорит. И все это от того, что ты не считаешь Священное Писание. От Матфея. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И он, возведя отчество и на учеников своих, говорил, блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. И таких мест не два и не три в Библии, где одно и то же, а наградой за одно и то же обещается. То царство небесное, то царствие Божие. Что же? Небесное, оно разве не Божие? Блаженно нищие духом, царство небесное. А Лука говорит, блаженно нищие духом. Вот прямо говорится. А их царствие Божие, а тут царство небесное. Вот лучше не докажешь. И дальше. Вопрос 323. Том открытым оком. Деяние. По наступлению дня между войнами сделалась большая древога о том, что сделать с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. За что Ирод приказал казнить стражей? Они же были невиновны, потому что сам ангел отворил двери, темницы для апостола Петра. Ответ. За действием самодура вообще нельзя ручаться, Ирод. Тем более отвечать. События, окружающие нас и то, что мы считаем, мы никогда во всей полноте не сможем понять. Нужно знать причину, приведшую к этому. Путь, жизнь тех людей, кто участвует в этом событии. И знать, что последует за ним, за этим. Нам неизвестна жизнь этих воинов, их отношение ко Христу, к проповеди апостолов. И они стояли, не жизнь сохраняя Петру, но готовили его к казни. И Бог полагает предел, ибо только Он знает прошлое человека и будущее до конца. Когда говорят, что во время взрыва от дома погибли ни в чем не повинны люди, то написавший эти строки, не знавший ни одного из погибших, написал не слова истины, а изрек привычное журналистское изречение. И если бы Он написал, что погибли люди, ни в чем не повинны перед террористами, тогда бы все выглядело по-другому. Неповинных ни в чем людей вообще нет на земле, Яков. Кто соблюдает весь закон, если грешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. Эти языческие стражники в ту ночь не были виновны перед Иродом, но были виновны пред Богом. Ярость Ирода показала, как нужен был ему Петр для показательного процесса. И в этой репрессивной машине Ирода Сталина Гитлера свою роль исполняли винтики ГПУшники, милиционеры, КГБшники и эсэсовцы. От царя Синахерима были посланы войска против Иерусалима. Тогда там погибло 185 тысяч таких же военнослужащих. Как те, так и эти воины могли не участвовать в гонении на верующих, или же сами стать мучениками святого Бога. Поэтому, когда мы видим, как Бог наказывает кого-то, гибнут люди в авиакатастрофах, мы можем только молить Бога о пощаде и благодарить, что мы не попали в эту мясорубку. Но жалеть нечестивых, ходатайствовать за них, когда они уже приговорены Богом к смерти, нельзя, если в них нет раскаяния. Еремея 48, 10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Дальше. Так, ты...